Но пока мы были вдвоём, мы всё-таки весело жили. Мы продолжали тот ритм, ту тональность, тот звук нашей жизни, который начался с самого начала и который не менялся. Это был постоянный звук вот этого счастья, совместного хождения по этой жизни. Есть такая легенда, что старые мастера возрожденческие делали две камеи всегда. Что камеи настоящие, которые резались из самой дорогой сломовой кости, самой какой-то ценной, делались всегда парними. А потом пускались по свету, в разные стороны продавались. И если они встречались в одних руках, то это был залог счастья. И вот у нас с Симой было чувство, что мы две камеи пущенные, по свету в разные стороны. И вот встретились. И вот это счастье, оно и есть наше счастье. Потому что любовь, счастливые браки, я их знаю, немного. Не будем поверить. К сожалению, больше браков вокруг себя я вижу. Не скажу несчастных, но сложных, трудных. Но знаю счастливые браки. Вот в очень счастливом браке живут наши очень близкие, любимые друзья Золотухина. Вот Дуся Каминская, Костя Симос. Это счастливый брак. Но это счастливые браки, серьезные. А наш брак был счастливый и несерьезный, легкий, веселый, невесомый. Он был радостный в каждый данный момент. Вот эта игра взаимная. Какое-то ощущение праздника буднив не было. При том, что были сыровейшие будни, не было ни гроша, и все прочее. Буднив все равно не было. Вот эта легкость, это весь... Это Сима такой удивительный был человек, который очень был талантлив. И как драматург, и как режиссер ему не удалось, к сожалению, извернуться. Но я думаю, что наиболее талантлив он был в жизни. Он был жизненно талантлив, если можно так сказать. Вот он умел любить жизнь, превращать ее в что-то небывалое. Она начинала как ограненный бриллиант сверкать всеми лучами. И вот такую жизнь, 49 лет мы прожили, причем с каждым годом это чувство чуда, это чувство того невероятного, что на нас свалилось, не только не уменьшалось, а только увеличивалось. И вот такого брака я не встречала ни у кого, чтобы он был не только глубокий и серьезный, но радостный и веселый в каждую данную минуту. И, скажем, в последнюю нашу поездку, когда я выходила за хлебом, Сима всегда увязывался за мной. Я говорю, ну чего ты идешь? Я через 15 минут, через 10 минут приду, я иду на угол купить батончик французский. А он мне отвечал, а кто знает, сколько нам еще ходить вместе. Ведь веселее пойти вместе, вот это веселее. И действительно веселее пойти вместе. Я говорю, ну хорошо, пошли вместе.